И здравствуйте, друзья! С вами снова Джабраил, но с вами совершенно другая игра, не та, о которой вы сейчас подумали. Я хотел записать не время для драконов, но так получилось, что я сегодня очень много где был, очень много чем занимался, поэтому я сейчас думаю идти спать. Но перед этим мне прислали вот ссылочку на эту игру, на эту игру, чье название мы сейчас увидим. Freshman Year, или, ну не знаю, первый год обучения. Это игра, которая, вот она во флэше, это я сейчас играю на сайте, в окне, возможно я его как-то плохо обрезал, но мы это увидим только после того, как я это запишу. Игру сделала Нина Фриман, нарисовала ее Лаура Кнецгер, а музыку написал Стефан Лоуренс Кларк. Значит, что это за игра? Честно говоря, я не знаю. Мы узнаем вместе с вами. Это, судя по виду, такая очень, очень-очень такая художественная игра. Поэтому давайте, давайте без лишних, и я думаю, что она на английском языке, но вы все знаете, что я большой эксперт в английском языке, я все буду переводить. Так что не волнуйтесь, здесь у нас тылы прикрыты. Так что давайте кликнем, чтобы начать игру. Ну и вот мы начали игру. Значит, мы сидим в своей кровати с этим, с ноутбуком своим. Мы живем в общаге с нашей лучшей подругой Дженой. Ее сейчас нет дома. В общем, мы гнием на фейсбуке и рассматриваем всевозможные фотографии с вечеринки, куда мы все ходили в прошлых выходных. И все наши друзья, они как свиньи, просто наши рады и валяются на этих фотках. Ну и мы рады, что нас на этих фотках как раз и нету. Вот, это наша героиня, очевидно, сидит, смотрит. Так, это нам, видимо, пришло сообщение или что-то такое. Меняется курсор. Я думаю, на это нужно кликнуть. Давайте посмотрим, что-то еще можно кликнуть. Например, не знаю, на ее глаз. Вытянуть ее глаз? Нет, нельзя. Да, ну в общем, давайте кликнем на сообщение, что же нам прислали. А, это от нашей подруги Дженны. Эй, слушай, ты, в общем, выбираешься этим вечером? Тут я и кое-какие люди собираемся пойти в бар Кроулис. А, короче, в бар у Кроули. Я буду называть его... Я буду называть его бар у Алистера Кроули в таком случае. Мы собираемся, в общем, пойти в бар у Алистера Кроули. Ага, и у нас есть, типа, как два варианта ответа. Ой, да, совсем забыла. Ну что, пойдем вместе? Либо кул-кул-кул, я тут просто валяюсь, все такое. Ну, подойду, короче, тоже. Ммм, ну, да, давайте ответим. Да, да, в общем, я забыла. Че, пойдем вместе. Мы пришли, мы пришли домой только после восьми часов вечера. Поэтому мы все еще одеты в ту одежду, в которой мы были на занятиях. Ну, скажем так, не самая лучшая одежда. И вообще нам противно не сидеть, потому что мы в ней учились весь день. Ох, пришло еще одно сообщение. Это от Джены опять. Да, да, давай встретимся, короче, снизу, ну, примерно через час где-то. Заебок, а че у нас там? Ага. Короче, этот вариант это... Да, блин, вроде такой гнилой наливайки, как у Алистера Кроули, нечего одеваться особо. Че ты вообще по этому поводу? Либо второй вариант. А что, кто-то клевый ожидается? Стоит принимать товарный вид? Ну, давайте... Такой сложный ролевой выбор, я даже не знаю. Давайте, как развязные путаны, ответим. Стоит ли нам приодеться? Да, мы решаем, что мы оденем нашу новенькую юбочку. Она короткая, обтягивающая и черного цвета. Короче, все другие девчата тоже в таких ходят. Ну, и вы решаете, что вы тоже неплохо в ней будете выглядеть. Ну, и мы одеваем, короче, черную майку тоже к ней. И это самое, жемчужное жерелье с часиками. Ну, в общем, выглядим... Ощущаемся, ощущаем себя, что выглядим неплохо. Надо только немножко накраситься. И Джена пишет... Ге-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Короче, вся наша общага там будет. Надо, надо, надо... Тебе нужно, короче, конкретно с Тайлером нормально так затусоваться. Ой, мы все приодеты. А-ха-ха, а-ха-ха-ха, мы можем ей написать. Да, в общем, посмотрим. Так. Короче, ну, мы достаем нашу косметичку из нашей сумочки. Точнее, сумочки. Какой нафиг сумочки из нашего рюкзака. И, в общем, не знаю, марафет наводим. Ну, выглядим мы неплохо. Ну, короче, ну что-то мы там размазали слегонца. Вспоминаем, как вот в прошлые выходные смотрели в это же зеркало. В одиночестве, в ванной. После того, как блевали примерно час. А, это, видимо, после той вечеринки мы блевали. Ну да, мы перепили слишком много коктейля Long Island Ice Team. Короче, и эта наша тушь вся растеклась по щекам. Пардон, потому что мы плакали. Короче, сложновато нам определить, когда уже нужно переставать пить. И вы еще задумаетесь, а что Джена так долго не отвечает вообще? Блин, Джена, отвечай что-нибудь. Короче, можем ей написать, давай только не будем нажираться, как на прошлой неделе. ЛОЛ, либо, слушай, я тебе куплю что-нибудь выпить этой ночью, а то я тебе должна, там, не знаю, примерно двадцатку, ха-ха. Ну, давайте, короче, давайте просто скажем, что давайте не будем нажираться. О, она быстро ответила на этот раз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ничего, не обещаю, пишет нам Джена. Блин, алкоголичка будущая. Ну, мы ей отвечаем, мы ей печатаем в ответ. Ха-ха-ха, окей. Ну, короче, ты напрашиваешься сама на этот, на похмелонис. Ну, и мы выходим из общаги, а Джена уже сидит, сидит снизу. Ну, мы обнимаемся, и что-то она делает с нашей юбочкой. Приспускает нашу юбку, хрен знает, и смеется. Она говорит, воу-воу-воу, мне нравится, но... Ну, короче, не давай ей подниматься слишком, слишком высоко этой юбки, а иначе все увидит твою задницу. Ну, и вы, я, точнее, потому что это, потому что это мой аватар в этой игре. Я смеюсь, и мы начинаем идти в сторону Алистера Кроули вместе. На улице уже темно, но вокруг бегает молодежь. Они, видимо, со школы идут. Мы видим, что какие-то люди из нашей группы тоже отправляются на вечеринку. Ну, в общем, Джена останавливается и, короче, говорит, что она встретится с вами уже на месте. Она сама собирается купить травки у друга, который, ну, то, что пробегал мимо. И она убегает, и мы даже не успеваем ее остановить. Блин. В общем, можем ей только писать. И она нам ничего не пишет пока что. А что мы ей напишем? Мы ей напишем... Поторапливайся, лол. Я надеюсь, что все наши кореша уже там. Либо... Ну, я там, короче, выпью и подожду тебя. Ну, не будем так отвечать. Давайте напишем... Поторапливайся, лол. Мы медленно подходим к Каллистеру Кроули. Не нравится вам появляться в всяких наливайках, рюмошных и попойках в одиночестве. И вы волнуетесь, что Джена что-то там отвлечется, не знаю, заболтается с народом. Или что она, короче, пойдет курить и будет курить там тысячу лет на крыше соседнего здания. Да. Она уже так кидала вас не раз и не два. И вообще, куда она делась? И она не отвечает нам ничего. Блин. Ну, что-то ты можешь поскорее напишу ей. Ну, прошло уже минут десять с того момента, как вы подошли к бару. И Джены все еще нет поблизости. И высокий вышибала, который, так, который там всегда стоит на входе, спрашивает, как у нас дела. Ну, и мы говорим ему, что мы ждем подругу, а он спрашивает, какую. И мы на это ему отвечаем, что мы ждем Дженну. А он отвечает нам, что он не знает никакой Дженны, но что он нас вообще здесь у Дженера тоже видел и с другими друзьями. И вообще, он такой довольно славный паренек. И вообще, приятно так вот поболтать с ним, пока вы ждете Дженну. Ну, наконец-то. Какие-то ваши другие друзья подошли уже. И вышибала он им, дает им пройти. Хотя им всем восемнадцать, девятнадцать, и, очевидно, в кабак не пускает в этом возрасте. Ну, и, короче, вы решаете написать смс-ку Дженне и пойти за ними. За нашими корешами другими. Так, Дженна еще ничего не пишет. Ой, ой, это вышибала, господи. Господи. Господи, какой урод. Так, что мы можем? Мы можем написать, что он такой приятный парень, этот вышибала. Либо что... Я пойду вовнутрь. Наверное, пишу, что вышибала приятный парень. Потому что это явная ложь. Он ужасен. Ну, короче, вы там тусуетесь внутри. Мы, видимо, все-таки зашли внутрь. Тусуетесь своими корешами. Выпиваете наш любимый коктейль Long Island Ice Tea. Музыка вообще шумит ужасная. Вы что-то там полутанцуете, полураздеваетесь. Стараетесь не разлить напитки на свой наряд парадный. Короче, в какой-то момент мы встаем на цыпочки, чтобы посмотреть, не пришла ли Дженна. Может, она написала нам смс-ку? Не, нифига не написала. Так, можем спросить, что с тобой, все в порядке? Или... Я тут танцую, так весело. Давай уж поскорее. Блин. Да, что с тобой, все в порядке вообще, Дженна. Куда ты делась? Наши друзья уже к тому моменту нормально так накерялись. Да и мы сами тоже на рогах. В общем, и мы решаем, может быть, Дженна там снаружи покуривает. Ну и выходим проверить. Короче, вообще странно как-то вы себя чувствуете, тусуясь со всем этим народонаселением. Потому что вы только месяц назад поступили, еще ни с кем не познакомились. И только с Дженной общаетесь. Так. Что, Дженна, давай напишем ей. Можно сказать, ну давай встретимся снаружи, дура. Либо... Ты что там, скуришь снаружи? Я не знаю. Ну давайте спросим, может она курит снаружи? Да. Ну, мы машем вышибали, когда выходим. Медленно спускаемся, крепко держась за перила правой рукой. Потому что мы так нормально уже, уже пьяненько. Да. 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 Ну и когда мы спускаемся, этот самый вышибал, он наоборот поднимается наверх. В общем, мы выходим, а на улице так прохладно стало. И никого снаружи бара нету. Ну, вздыхаем, поворачиваемся, чтобы идти обратно. Но тут вышибало возвращается. И он говорит, что еще подругу свою ждешь? Какой там звали? Дженна? Блин, Дженна не пишет смс. Да. Я так, в принципе, и вышла, чтобы ее поискать. И он такой, о, блин. Ну, что, жалко, жалко. Но, с другой стороны, такая симпатичная девушка, я думаю, найдет с кем посатусоваться. Ну, и мы смеемся, как-то несколько так настороженно смеемся. Это что, он нам к линии подбивает? Блин, скорее бы уже Дженна пришла. Куда она делась? Дженна. Не пишет смс. Да, мило. Ну, я просто еще не так уж много народу здесь знаю. Я только переехала в Нью-Йорк, ну, месяц назад. А он отвечает. Слушай, я видел, как ты там пляж наверху. Выглядело, будто ты веселишься, нормально время проводишь. Ну, мы опять смеемся, киваем ему. Ну, мы что-то не в себе, не слигонца. Не нравится вам, когда люди... Нам не нравится, когда люди смотрят, как мы танцуем. Дженна, почему ты не пишешь? Мы пишем, Дженна! Ну, короче, мы начинаем... В общем, заходим обратно и собираемся идти наверх. Но тут Вышибало спрашивает, как тебя зовут? Он обгоняет нас и прислоняется к перилам. Тут, на самом деле, стоит сказать, что создательница этой игры, Нина Атрейдис, она... Это такая молодая девочка-хипстер из Нью-Йорка. Вот, ее тоже зовут Нина, как и наша героиня. И у нее синие волосы. Поэтому... Поэтому что-то мне подсказывает, что в этой игре будет изнасилование. Либо попытка изнасилования. Можете спросить, как я это дедуцировал. Но... Не знаю. Попытайтесь догадаться сами. Либо Дженну изнасиловали, или изнасилуют. Либо нашу героиню изнасиловали, либо изнасилуют. Одно из двух. Дженна не пишет. О, меня зовут Нина. Он говорит, да, прикольно, знаешь. Меня зовут Кларк. Ну и че? Пойдем... Пойдешь там танцевать обратно? И вам кажется, что он опять будет, короче, следить за тем, как вы танцуете. Ну, он такой, в принципе, милый паренек. Но все равно как-то неловко это все. Дженна! Мы можем не написать, я возвращаюсь. Ты такая медленная Дженна. Либо мы можем ему ответить, ой, я не знаю. Ха-ха, может быть. Ну, невежливо так не отвечать. Давайте так вот ответим. Мы начинаем подниматься, но тут... Ой, господи. Ужасно. Нина. Мы слышим знакомый голос. Это же Дженна. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Но мы не особо можем хорошо вообще что-то услышать. Из-за звука... Из-за звука... Блин, не из-за звука. Короче, из-за того, что вышибала сосет нашу шею. Пу-у-у. Пардон, как сраный вампир. И биение нашего сердца. И плюс мы еще пьяненькое хорошенько. Или, может быть, просто взволнованное. Он поворачивается так быстро и отходит в сторону. Эй, слушай, это ты, Дженна? Спрашивает он. А мы чувствуем, будто наша спина просто приклеена к стене. И начинаем быстро-быстро дышать. Мы подходим к Дженне. И пытаемся выглядеть спокойно. А она говорит. Все, пошли вовнутрь. Берет вас за руку. И поднимаемся наверх. Дженна Михайловна. Ебать, Дженна. Он начал ко мне приставать. Просто снисхуя. Спасибо, что пообъявилась. И Дженна так бровки приподнимается. Она поворачивается к нам. И говорит. Ой, бог ты мой. Да, он, короче, он точно так же приставал к Лиз. Ну, я думаю. Ну, короче, Лиз была не против. И они, типа, еблись в ванной комнате. Ну, вообще, что за черт? Ну, такой, какой-то стрёмный тип. А потом она отворачивается от вас. И начинает через толпу пробиваться к бару. А мы стоим. Прислонившись к стене. Положив голову на зеркало. Хочется пойти домой. Но что-то как-то стрёмно идти мимо этого вышибала. А Дженну тоже не хочется просить себя провожать. Потому что она только сюда прибыла. Ну, вот так мы и стоим. И смотрим на зеркало. Ну, вот такая вот игра, друзья. Такая вот игра. Вот мы её и прошли. Ну, что я могу сказать? Да, первый год в институте он всегда такой. У меня было точно так же. Ничего, живой остался. Вот. Да, не время для драконов будет. Всё будет. Всем спасибо за внимание. И до свидания.